Здравствуйте, друзья! Ну что же, новость сегодняшнего дня, 1 сентября, День Знаний, праздник веселый и печальный. Друзья мои, поздравляю всех вас, потому что жизнь это школа, мы постоянно учимся чему-то. Ну, конечно же, главным образом мои поздравления учащимся. На моем канале нет школьников, на моем канале вообще люди от 30 и старше. Но у вас наверняка есть дети, и если они выглядят как-то так сейчас, то держитесь. Ну, а я немножко об астрологии. И вы знаете, день сегодняшний, 1 сентября, как по мне, очень хороший. Ну, наконец-то, наконец-то создается какое-то напряжение, наконец-то все перестают лениться, потому что такие хорошие аспекты, как были летом, как Большой Тригон, вы сейчас видите его на карте, как бисекстили и, главным образом, секстиль, который между Юпитером и Плутоном очень расхолаживал. Очень расхолаживали. И многие люди просто сели и ждали, что им сейчас что-то свалится на голову. Не все, конечно же, не все. Но многие были в таком, знаете, праздная леность. Наконец-то наступает 1 сентября, наконец-то все берутся за учебу, учеба — это труд. И вот об этом очень интересная конфигурация, которая будет на небе 1 сентября. Это трапеция, Луна, Юпитер, Плутон и Нептун. Оппозиция между Юпитером и Луной — это как раз-таки о том самом, что все, пора прекращать лениться, и нужно начинать работать вот уже точно, у тебя уже нет другого выхода. Если будешь лениться, будет все только хуже. Если хотите, чтобы ваша жизнь была радостной, светлой, вам нужно трудиться, потому что сентябрь — это праздник труда. Итак, друзья мои, боритесь с ленью, боритесь с вашим нежеланием что-то делать, вообще в принципе меняться, потому что оппозиция Луна и Юпитер — это про тот самый консерватизм, когда не трогайте, пожалуйста, знаете, нас и здесь неплохо кормят. Мы и так поживем. Вот нет, пора учиться чему-то новому. Первое сентября, друзья мои, обязательно, обязательно обучайтесь чему-то, повышайте свою квалификацию, свой профессионализм, себя развивайте, становитесь лучше. И для часового пояса плюс три конфигурация трапеция попадает в первый, седьмой, второй и четвертый дома. Что я вам скажу? Если у вас сейчас конфликт с кем-то или с собой внутренний конфликт, то это очень хорошо. Вот если у вас сейчас есть какая-то проблема в жизни характера оппозиции, то есть хроника какая-то, хроническая какая-то проблема, это не острый конфликт. Вот эта проблема потенциально может принести вам и деньги, и семью. Эта проблема, судя по тому, что первый, седьмой дом — это партнерские отношения, проблемы в отношениях с партнером. Друзья, враги, ваш коллектив, любые другие люди, любой другой человек, к которому вы можете обратиться ты, на ты, который вам близок. Вот если есть с ним какие-то противоречия, то эти противоречия, пожалуйста, не ленитесь, разрешайте. Они поспособствуют тому, что в вашей жизни станет больше денег, и улучшатся отношения в семье. Всего доброго!